здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем канале меня зовут Гранцев Михаил Михайлович я врач стоматолог и это видео про компьютерную томографию зачем она нужна стоматологии почему мы ее всегда используем при планировании почему без компьютерной томографии в целом не стоит начинать никакое лечение на самом деле раньше использовались для диагностики прицельные снимки ортопантомография но когда не было снимков ну сложно представить что было как лечили зубы стоит только вспомнить времена петра первого ну вот когда были у нас только снимки прицельные только панорамные снимки конечно же точность и качество лечения сильно страдали потому что многие вещи могли пропускаться просто банально из-за нет диагностики потому что врачи не могли много увидеть из-за отсутствия качества рентгеновских снимков на сегодняшний день уже соответственно появились более современные технологии это называется компьютерная томография компьютерная томография это по сути 3d снимок 3d объекта как бы странно не звучало но мы видим теперь уже не 2d просто на пленочке или на экранчике что-то плоскостной снимок а мы видим 3d снимок то есть мы можем зуб покрутить посмотреть в его внутрь заглянуть тесты и челюсть также мы можем посмотреть покрутить и внутрь заглянуть и соответственно из-за этого мы конечно же теперь больше видим у нас с появлением микроскопов и компьютерной томографии значительно в индустрии повысился уровень и качество диагностики и конечно же качество выполнения манипуляции теперь это просто ну земля и небо на супер мне кажется хорошем уровне потому что с появлением кт работать стало значительно легче компьютерную томографию мы используем в нашем планировании для лечения для планирования терапевтического учения ортопедического учения артодонтического учения конечно же хирургическое учениеатом полуталотологии вообще без компьютерной томографии но практически невозможно спланировать лечение мы также мы отправила на консультацию пациента записываем уже с компьютерной томографии для того чтобы моимmin оплатология чтобы уже обсуждать предметно все что касается имплантов или подсадки костной ткани, потому что, ну, когда пациент приходит даже с панорамным снимком, ну, практически нереально что-то сказать правильное и как-то обнадежить, потому что, ну, на КТ может быть, там, видно, что есть костная ткань, а на самом деле костной ткани может и не быть. Поэтому я всегда прошу пациентов, ну, вот если мы обсуждаем имплантанты или подсадку костной ткани, чтобы мы уже сделали КТ, и чтобы я вот четко по КТ уже мог давать какие-то ответы, потому что я всегда не люблю говорить что-либо, пока я в этом не уверен. И, соответственно, если ты что-то сказал, ну, я, как правило, что-то сказал, а это не подтвердилось, или это не объективно, или это не так, то, ну, мне кажется, это в корне неправильно. Лучше я не скажу, и вот уже после КТ мы точно спланируем, точно поймем, что там можно поставить имплантант, там нужна подсадка костной ткани, или нужна подсадка тесневой ткани, или все вместе, вот. И вот мы уже, считайте, полностью планируем план лечения. А вот без компьютерной томографии, конечно, про импланты, ну, вообще разговаривать бессмысленно, потому что, ну, в полости рта не виден ни объем костной ткани, ни возможности установки имплантанта, ни какие-то смежные структуры, нервы, сосуды, которые могут быть, и которые могут препятствовать установке имплантанта, или, наоборот, благоволить, для того, чтобы их поставить, что костной ткани много, что вот, пожалуйста, устанавливайте без проблем. И из-за того, что мы теперь видим на компьютерной томографии все детальки, все нюансы, все искривления каналов, все изменения рельефа костной ткани, объем этой костной ткани и так далее, конечно же, мы можем и соответственно более четко все планировать, точно знать, куда мы двигаемся, что мы делаем, какие манипуляции проводим. И, конечно же, из-за того, что у нас теперь очень большая точность диагностики, мы можем составлять качественные планы лечения. Вот почему пока я не сделаю компьютерную томографию, я не берусь составлять для пациента точные, качественные, правильные планы лечения, которые уже являются по сути картой, путеводителем от первого к последнему пункту. Перемещаясь, пациент получает ну как бы понятную схему того, что нужно сделать и, конечно же, стоимость лечения уже можно оценить, потому что мы понимаем, что мы сделаем, мы видим все скрытые проблемы и это дает большой, классный, позитивный стимул для и выполнения качественных манипуляций, ну и, конечно, для развития стоматологии в целом дальше. Я надеюсь, что это видео было полезным, для того, чтобы понять, почему мы назначаем компьютерную томографию так часто. Если вам нравится наша работа, то подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших новых полезных видео.